В современную эпоху, когда границы поля боя расширяются за пределы человеческого зрения, военные беспилотники стали ключевыми элементами в арсенале вооружённых сил. Эти беспилотные летательные аппараты, отличающиеся незаметностью и точностью, играют критическую роль в разведке, наблюдении и боевых операциях. Они произвели революцию в военной тактике, позволяя проводить операции с повышенной эффективностью и меньшим риском для персонала. По мере технологического прогресса возможности этих дронов постоянно расширяются, причём американские и другие передовые модели задают тон в инновационных военных стратегиях. Поскольку всё больше государств стремится усилить свой оборонный потенциал с помощью военных БПЛА, от компактных разведывательных до крупных ударных моделей, понимание ведущих игроков в этой области становится как никогда актуальным. Задача данного обзора — представить исчерпывающий анализ десяти лучших военных дронов 2024 года, исследуя их возможности, характеристики и роли в оборонных стратегиях различных стран. МК-9 Reaper, разработанный General Atomics, является ключевым элементом арсенала ВВС США. Этот БПЛА предназначен для выполнения высотных миссий большой продолжительности, включая наблюдения и точные удары. Аппарат способен выполнять как дистанционно управляемые, так и автономные полёты, представляя собой значительный шаг вперёд по сравнению с предшественником МК-1 Predator. Оснащённый мощным двигателем в 950 лошадиных сил, Reaper способен нести в 15 раз больше вооружения и летать в три раза быстрее, чем МК-1, что делает его грозным оружием в современных конфликтах. Reaper — это не просто разведывательный дрон, а полноценный беспилотный охотник-убийца, оснащённый для выполнения динамичных и срочных миссий. Он оборудован многоспектральной системой наведения, объединяющей различные визуальные сенсоры для точного прицеливания, включая инфракрасный датчик, цветные и чёрно-белые дневные телекамеры и лазерный целеуказатель. BPLA может нести до восьми управляемых лазером ракет AGM Hellfire, известных своей точностью и минимальным сопутствующим ущербом. Кроме того, Reaper может быть оснащён дополнительными топливными баками для увеличения дальности и продолжительности полёта, что ещё больше повышает его способность, выполнять длительные миссии на обширных территориях. Global Hawk представляет собой высотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полёта с дистанционным управлением. Он оснащён комплексом датчиков, обеспечивающих глобальные возможности разведки, наблюдения и рекогностировки в любых погодных условиях днём и ночью. Разработанный компанией Northrop Grumman и изначально известный как Tier 2+, Global Hawk является краеугольным камнем в сфере технологий ISR, обеспечивая сбор разнообразных данных для поддержки объединённых вооружённых сил в различных миссиях. Конструкция Global Hawk обеспечивает исключительную эксплуатационную гибкость благодаря непревзойдённой дальности полёта и способности находиться в воздухе более 30 часов, что значительно превосходит возможности традиционных пилотируемых самолётов. Способность аппарата собирать изображения высокого разрешения и ретранслировать сообщения поддерживает не только военные операции, но и помогает в ликвидации последствий стихийных бедствий и мониторинге окружающей среды, что делает его ценным активом как для военного, так и для гражданского применения. Bayraktar TB2, созданный компанией Biker, представляет собой значительный прорыв в технологии беспилотных летательных аппаратов. Эта тактическая вооружённая разведывательная система объединяет комплексный набор решений для удовлетворения различных оперативных потребностей. Это средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полёта, способный выполнять как разведывательные и рекогностировочные миссии, так и вооружённые атаки. Примечательно, что это первый БПЛА в своей категории, экспортируемый на международный рынок, что подчёркивает его глобальное влияние и эффективность. Bayraktar активно применялся в различных зонах конфликтов, включая Сирию, Ливию и Нагорный Карабах, а также доказал свою эффективность в боевых условиях в Украине. Его способность наносить высокоточные удары с минимальным сопутствующим ущербом делает его ценным активом для военных операций. Продолжительность полёта дрона до 27 часов позволяет выполнять длительные миссии, обеспечивая постоянное воздушное наблюдение и разведку. Он сыграл ключевую роль в нейтрализации систем ПВО, радиолокационных установок, бронетехники и других важных целей, укрепив свою репутацию как проверенного в бою БПЛА на международной арене. Wing Loong-2 — это усовершенствованный БПЛА китайского производства от Chengdu Aircraft Industry Group. Впервые представленный в 2015 году на авиасалоне в Пекине, этот аппарат специализируется на разведке, наблюдении и точечных ударах. Являясь улучшенной версией Wing Loong-1, он отличается увеличенными габаритами и расширенными возможностями. Wing Loong-2 зарекомендовал себя в различных военных операциях по всему миру. Он активно применялся в ливийском конфликте для нанесения авиаударов силами ОАЭ. В 2021 году этот БПЛА сыграл важную роль во время наводнений в китайской провинции Хэнань, проводя разведку и обеспечивая связь. Его многофункциональность была вновь продемонстрирована в 2024 году, когда Пакистан использовал эти беспилотники совместно с истребителями для операции на иранской границе, показав эффективность в сложных боевых сценариях. Elbit Hermes 900 — это высокотехнологичный БПЛА, созданный израильской оборонной компанией Elbit Systems. Этот аппарат, являющийся усовершенствованной версией модели Hermes 450, предлагает расширенные возможности и улучшенные характеристики. Он разработан для выполнения средневысотных миссий большой продолжительности, что делает его подходящим как для военного, так и для гражданского применения. Hermes оснащен передовой авионикой и мощной силовой установкой, позволяющей ему действовать на высотах до 9 км. Значительная грузоподъемность дает возможность нести разнообразное оборудование, включая электрооптические, инфракрасные датчики, радары с синтезированной апертурой и системы радиоэлектронной разведки. Этот БПЛА способен находиться в воздухе до 36 часов, обеспечивая широкий охват и длительное время работы. Heron TP, разработанный Israel Aerospace Industries, представляет собой средневысотный БПЛА большой продолжительности полета, созданный для выполнения разведывательных и наблюдательных задач. Этот беспилотник выделяется своей значительной грузоподъемностью и увеличенным радиусом действия, что делает его ценным инструментом для различных военных и гражданских применений во всем мире. С способностью нести полезную нагрузку до 1000 кг Heron TP может быть оснащен широким спектром оборудования. Это включает электрооптические и инфракрасные камеры, радары с синтезированной апертурой и современные системы радиоэлектронной борьбы. Конструкция БПЛА обеспечивает время полета до 45 часов и дальность более 1000 км, позволяя выполнять продолжительные миссии без частой необходимости в повторном развертывании. CH-5 Rainbow, созданный Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией, является современным средневысотным ударным БПЛА большой продолжительности полета. Его первый полет состоялся в провинции Ганьсу в августе 2015 года. С размахом крыльев, 21 м и прочной конструкцией он предназначен как для разведки, так и для нанесения ударов, существенно превосходя своих предшественников. Этот усовершенствованный беспилотник имеет грузоподъемность 1000 кг при максимальной взлетной массе более 3 тонн. Оснащенный двигателем мощностью 330 л.с., работающим на тяжелом топливе, CH-5 способен находиться в воздухе до 60 часов и достигать практического потолка 9 км. Он может нести до 16 ракет, включая современное вооружение типа AR-1 и AR-2 с инерциальными системами наведения и полуактивными лазерными головками самонаведения. Беспилотник Triton от Northrop Grumman представляет собой инновационное достижение в сфере БПЛА, специализирующееся на морском наблюдении. Эта система, способная работать на больших высотах и в течение длительного времени, значительно расширяет возможности военно-морских сил США и Австралии. Она обеспечивает комплексную разведку, наблюдение и целеуказание в режиме реального времени над обширными морскими и прибрежными зонами, что является критически важным для поддержания осведомленности о морской обстановке в условиях изменчивых угроз безопасности. Triton оснащен передовым комплексом датчиков с круговым обзором, что обеспечивает исключительную оперативную гибкость. Способность работать на высотах свыше 15 км, значительно превышающих уровень полета коммерческой авиации и типичных средневысотных БПЛА, позволяет использовать современные сенсоры для существенного улучшения мониторинга морской среды. Выдающаяся продолжительность полета и скорость расширяют его оперативный радиус, обеспечивая непрерывное наблюдение и повышая способность прогнозировать и реагировать на действия противника без риска для жизни экипажа. «Аксунгур» — это средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, разработанный Turkish Aerospace Industries. Позиционируемый как альтернатива американскому MQ-9 Reaper, «Аксунгур» является развитием более ранних турецких моделей БПЛА. С момента первой поставки турецким ВМС в октябре 2021 года он также поступил на вооружение ВВС Турции и пограничной службы Кыргызстана. «Аксунгур» выделяется своей выдающейся выносливостью, способностью находиться в воздухе до 50 часов за одну миссию, что значительно превосходит многих конкурентов. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач, включая разведку, наблюдение и рекогностировку, а также может быть вооружен для ударных миссий. «Сокол Альтиус» — это российский средневысотный БПЛА, разрабатываемый с 2011 года. Несмотря на продолжительный и сложный процесс разработки, «Беспилотник» совершил свой первый полет и планировалось его принятие на вооружение ВВС России в 2021 году. Однако, несмотря на эти планы, было построено только три прототипа, и после 2019 года информации о прогрессе проекта поступало мало. Важно отметить, что «Алтайр» относится к программе разработки, в то время как «Альтиус» — это название самого летательного аппарата, хотя эти термины часто используются взаимозаменяемо. Эти беспилотные системы отражают общую тенденцию к повышению автономности, продолжительности полета и многофункциональности в современных военных операциях. Они не только расширяют возможности разведки и наблюдения, но и потенциально снижают риски для военного персонала в опасных миссиях. Развитие таких систем подчеркивает растущую роль беспилотных технологий в современной военной стратегии и тактике. По мере дальнейшего совершенствования этих технологий можно ожидать их еще более широкого применения в военных и, возможно, гражданских сферах, что потребует адаптации существующих доктрин и разработки новых подходов к ведению военных операций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова